Здравствуйте! Вы смотрите Седьмой канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Министр финансов Украины Наталья Ярейско убеждает, для восстановления экономики Украины нужна еще большая финансовая поддержка. После встречи с министром финансов США Джейкобом Лью в интервью изданию Wall Street Journal Наталья Ярейско заявила, полученная помощь поможет стабилизировать финансовую банковскую систему, но для перезапуска экономики и возобновления ее роста недостаточно. По словам министра, сейчас украинская власть полна решимости довести до конца начатые экономические реформы. Скандал вокруг одного из крупнейших банков Андоры уже распространился на Испанию. Недавно в стране объявил о банкротстве небольшой банк, обслуживавший состоятельных клиентов. Он принадлежал Андорскому банку. Банку Мадрид управлял активами 15 тысяч клиентов. В общей сложности эти активы составляли 6 миллиардов евро. При этом у 500 вкладчиков на счетах было более 100 тысяч евро. В понедельник отделения Банка Мадрид были закрыты. Ранее клиенты массово пытались снять свои сбережения. Для них установили лимит на 100 тысяч евро. Я не думаю, что инцидент с Банка Мадрид будет представлять какую-то проблему для испанской банковской системы в целом. В большей степени это относится к скандалу с отмыванием денег в Андорре. Недавно финансовая система Андорры подверглась мощному удару. Третий по величине банк страны Банка Привада Дандора, которому принадлежит Банка Мадрид, обвинили в отмывании денег для преступных группировок из Китая, Венесуэлы и России. Такое заявление сделало Министерство финансов США. В результате банк взяли под управление местного регулятора, а директор учреждения был арестован. Финансовые услуги – основа жизнедеятельности Андорры. Активы, которые находятся в банках государства, в 17 раз превышают объемы его экономики. Агентство S&P уже понизило рейтинг Андорры до уровня, который всего на два пункта выше мусорного. Страна также стоит перед угрозой прекращения финансового сотрудничества с США. Индия – луч света в облаках мировой экономики. И такое сравнение сделала глава МВФ Кристин Лагард во время визита в эту страну. Она также отметила, ожидает экономического подъема Индии в новом финансовом году. Подробнее в следующем сюжете. Глава МВФ Кристин Лагард назвала новоправительственный бюджет Индии шагом в правильном направлении и приветствовала увеличение расходов на инфраструктуру. Мы обсудили много вопросов, касающихся экономики Индии. И подтвердилось мое впечатление, что Индия – это просвет в мировой экономике. Это то, что я называю «ловить момент». Необходимо укрепить доверие остального мира, который смотрит на Индию с некоторой завистью, потому что она – одна из крупнейших быстро развивающихся стран. И мы прогнозируем дальнейший быстрый подъем ее экономики. Международный валютный фонд повысил свою оценку экономического роста Индии на текущий финансовый год с 5,6% до 7,2%. В новом же финансовом году, который начнется 1 апреля, МВФ прогнозирует подъем до 7,5%. Лагард во время своего визита также затронула вопрос о трудовой занятости женской половины населения Индии. Я обсудила расширение прав и возможностей женщин и тот факт, что женщины могут внести существенный вклад в индийскую экономику. Согласно данным МВФ, в Индии работает только 33% женщин. Это ниже общемирового показателя, который составляет 50%. Начиная с 2005 года число работающих индианок продолжает уменьшаться. Лагард назвала это обстоятельство огромной упущенной возможностью. Она призвала принять срочные меры, которые дадут возможность женщинам получать постоянные рабочие места. Американцы теперь посещают страны Евросоюза охотнее. За последние полгода курс евро значительно упал по отношению к доллару. Что говорят туристы на улицах Парижа? Смотрите далее. Значительное ослабление евро по отношению к доллару привлекает в Европу американских туристов. Они отмечают, что готовы тратить здесь больше денег. Это Париж. Когда планировала эту поездку полгода назад, курс был 1 доллар 34 цента за евро. Теперь же я обменяла больше денег в США. Это играет большую роль. Теперь я могу потратить больше денег. Недавно евро опустился до своего 12-летнего минимума в 1 доллар 4 цента. В настоящее время европейская валюта немного выросла, но несущественно. Во вторник курс составил 1 доллар 6 центов за евро. Чувствую, что тратишь немного. Сейчас доллар и евро почти один к одному. Поэтому легко конвертировать в голове, когда хочется что-то купить. Как ожидается, в этом году поток иностранных туристов в Европу увеличится еще на 3-4%. При этом из-за курса евро многие теперь предпочитают ехать в еврозону вместо Великобритании. Мы в Париже в отпуске с дочерью. Она учится в Лондоне. Безусловно, в этот раз приехать было намного проще, потому что курс евро упал по отношению к доллару. Я остановилась в более удобном отеле, и мы можем посетить больше мест. С британским фунтом все сложнее, но здесь, в Париже, мы хорошо отдохнули. С середины прошлого года евро потерял около четверти своей стоимости по отношению к доллару. На прошлой неделе евровалюта пережила наиболее сильное недельное падение с сентября 2011 года, похудев на 3,2%. Состояние американского медработника, заразившегося эболой в Сьерра-Леоне и доставленного в США, резко ухудшилось. Врачи оценивают его как критическое. Напомню, пациенты эвакуировали из Западной Африки в пятницу. Его доставили в клинический центр Национального института здравоохранения в Мэриленде. Мужчина работал в одном из лечебных центров Сьерра-Леоне. В Африке за этим больным ухаживали 10 его коллег. В воскресенье все они также были доставлены в США некоммерческим рейсом. Эти врачи добровольно изолировали себя на инкубационный период 21 день и находятся под пристальным наблюдением. У двоих проявились опасные симптомы. Их поместили в блоки с высоким уровнем биоизоляции. Эбола ли это пока не подтвердилась. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов. Всего доброго.